Матч Интер-Рома завершает 12-й тур итальянской серии А. Все остальные игры уже сыграны. И вот эта последняя встреча, она, конечно же, и знаковая, примечательная. В общем-то, по всем параметрам, по-настоящему, заключительный аккорд 12-го тура. Ну и что же, в турнирной таблице Интер уверенно лидирует без всяких проблем, набрав 28 очков, так и у Ювентуса 24 идет вторым. Итак, Милан на третьей позиции, 22 очка, Ферентино и Самбдори по 21 очкам. Ну а где же наша замечательная Рома? Рома на 14-й позиции с 14-ю очками. 14 очков на сегодняшний день, вот в реальном времени, к этой минуте проигрывает Интеру. Проблем там хоть отбавляй было, может быть, сейчас все постепенно, как говорится, попросту и без затеи устаканивается. Поменяли тренера. Клаудио Раньери пытается наладить игру и, в общем-то, прийти к какому-то нормальному, в конце концов, составу, дабы не дергать игроков, стартовому составу. Но не всегда ему это удается. Отсюда и не очень стабильная, как мне кажется, игра Ромы на старте, по сути дела, еще, я считаю, по стартам серии А. Ну а что касается Интера, то Жозе Маурини позволяет себе, имея столь внушительную скамейку, столь внушительный состав, по сути дела, стартовых игроков, позволяет себе в каждом матче что-то такое придумывать составом, исходя из собственных соображений, взглядов и, конечно же, силы соперника, имея в виду и свои возможности. Ну так вот, капитаны команд приветствуют друг друга и арбитров, Хаверсонетти и Деросси. И сейчас, через какое-то мгновение, начнется эта игра, матч в Милане. Так и, судя встречу, Джан-Лука Рокки, ему помогают Либераторе и Копелли. Так вот, у Ромы в воротах Жулио Серчо, 27-й номер, 13-й Мотто, 5-й Мексес, 3-й Андреоле, 17-й Рисе, 20-й Перотто, 16-й Бриги, 7-й Писаро, 33-й Дерроси, 94-й Менес, 9-й Вученис. А это Мелита, 12-й номер, нападающий вместе с ЭТОО, 9-м, в составе Интера. 10-й Станкович, 5-й Тьяго Мотто, я его буду все время называть Тьяго Мотто, 19-й Евра, 4-й Мунтари, 26-й Санетти, 25-й Самуэль, 6-й Лусио, 13-й Майкон и вратарь 12-й Жулио Сезар. Как вам нравится, так сказать, состав от последнего нападающего к вратарю? Ну вот так жизнь заставила, поставили в кадр Мелита и деваться некуда. Ну как я могу мимо него пройти и не назвать, когда показывают человека, так сказать, а может быть не все его четко и точно знают. Ну так вот, я поэтому так и позволил себе несколько неожиданно назвать, я понимаю, состав команды с ног на голову. Ну так вот, уже игра началась, о судьях я вам сказал, о положении команд в том числе. Ну будет возможность, хотя мы в наших информационных выпусках, естественно, прогуляемся по всем играм. Будут наверняка отчеты наших парней и девушек. Ну так вот, и там все тоже будет относительно результатов игр, которые уже состоялись. А этот матч Интер-Рома завершает 12-й тур итальянской серии А. И наступает пора, наверное, все-таки уже подводить какие-то итоги, если будет такая возможность. Ну а пока что Интер с мячом, паш в тропную площадь. И вратарь Жулио Серджио выбрасывает мяч. Так вот, Лобонт в запасе. А тут еще называли вратаря под необычным номером, под четвертым, Бертаньоли. Он упорно стоял и даже... И даже, в общем-то, обозначен и в Гадзета Делла Спорт в составе этой команды. Но вот, может быть, что-то изменится. Нет, ничего не меняется. Короче говоря, ладно, бог с ним, значит, Жулио Серджио защищает ворота. Серджио, Жулио Серджио. А Жулио Серджио ворота Интера. И вот в атаке Рома выход один на один. И Вученич теряет мяч, неожиданно не заметив и не прочувствовал, что его догоняет Лусио. Лусио обвел вратаря и потерял стопроцентный вариант забить. А это быстрый гол. А это что-то означает... Что это означает, мы бы еще с вами увидели. А пока что вот такая вот атака. Еще одна Рома и плохой навес туда. Рис за поле и за ворота. Демонстрирует. Вот смотрите. Значит, вне игры нет. Вот тот игрок там Дали. Так был это Самуэль. Глубоко. Выходит. Выходит один на один Вученич. И уходит вправо. И как раз уходит в сторону, с которой бежит, пытаясь его догнать Лусио. Ну, тому делать нечего было, как отнять мяч и поблагодарить за такую нерасторопность своего соперника. Да, вот какие штучки бывают. Вот. Здесь у меня напрашивается сравнение. Я вам даю слово. Я попробую вот это сделать на фоне одного события. И сравнить его. И сказать вам о том, что это в принципе одно и то же. Смотрите программу «Эхо» на Спортканале. А пока сейчас счет не открыт. 0-0. В атаке. Интер и нарушение правил. Все по делу. Майкон в своем ключе. Мексес. Все как надо. Ну-ка. Да, подножка имела место. Мог, конечно, ногу убрать соперник. Но уже, так сказать, решил идти до конца. И нарушение правил очевидное. Джан-Лука Рокки отсчитал положенные 9 метров. Сейчас штрафной. Так, примерно с правого инсайда. Перротто ставит стенку. Это Джулио Серджио. Так. И три игрока. Там возня обычная в штрафной площади выборе позиции. И мяч за пределами поля. Счет не открыт. 0-0. Пятая минута. А могло быть все наоборот. 1-0. Рома должна была вести в счете. Вне всякого сомнения. Если бы только Вученич по-настоящему видел поле. И ему подсказало чутье. А потом еще и подсказала бы сама ситуация развивавшаяся. Он должен был знать, запомнить. Что игрока последнего он оставил с правой стороны. И начал туда уводить мяч. Может быть от радости, что вышел неожиданности. Что вышел так чистую один на один. И сейчас забьет. Он уже впредкушал, как соперники начнут в центре поля. Я другим объяснить не могу. Поехали дальше. Писаро с мячом. Деросси, капитан команды. Ну, в общем-то, таскал-таскал мяч игрок. И с ним же и остался. Это Вученич удар по воротам. Пробил прилично по силе. Но немного выше ворот. Второй мяч сейчас выкатится за пределы поля. Да, все нормально. Можно вводить мяч в игру. А Мауридио дает целу. Кому, кого крыть. Куда бежать. И ваще. С мячом Байкона. С мячом Байкона. 0-0. Опять что-то так беспокоится очень Жозе Мауриня. Диагональ к штрафной площади. Защитники в порядке. Это Самуэль сыграл головой. Хавер Санетти. Он играет на месте левого защитника. Все реверансы. Я уже выдал его адрес в предыдущих трансляциях. Поэтому о несомненных его достойных качествах я уже не буду распространяться. Они всем хорошо известны. Блистательная игра. Хватит. Снова Салетти. Лусио. Лусио. Майкон. Можно играть было вперед дальше. Тут Мунтаре рядом. Пас ему. В одно касание передачи. Увы, не успевает. Мелито обработать мяч. Ну, я так полагаю, что Станкович играет между хавбеками и группой хавбеков и двумя нападающими. Это О и Мелито. Впереди у Ромы Менес и Вученич. Ну, каждый из них вправе бродить, как им заблагорассудится, по хозяйским таким делам, по флангам и отходам назад. Но обязательно кто-то должен быть все-таки впереди. Вот в данной ситуации Менес. Ну, до штрафной площади есть расстояние. Дальше еще и доворот. 16,5 метров. Так что Джулио Сезар ставит на всякий случай стенку 29 метров до ворот. Нормальное расстояние при сегодняшнем качестве мячей. И Рисы, может быть, даже позволят себе пробить. Ну, если так, это кто-то там не Рисы, а другой пробил неожиданно совершенно. Клаудио Роньери. Это был Дероси. Он тоже себе такие вещи позволяет. Но сейчас это был удар заправского защитника. От штрафной или от ворот. А пока сейчас Интер левым флангом затевает чего-то там. Мелитово любит бродить тоже по полю. Назад он практически не отходит. Часто бывает на левом фланге. Но если уж тут Мунтари, то Мунтари с правой стороны. Вот тут-то я себе с затылок почесал и думаю, чего это он там. А Майкон вот убежал с места правого защитника на левой фланге, выполняет штрафной. Другим некому это сделать. Если так, то стоило бежать по диагонали вот через весь этот гектар, образно говоря, чтобы сделать вот такую бездарную передачу. А там еще и нарушение правил штрафной. Короче говоря, мяч Жюли Сэрджио введет в игру. С мячом снова Индом. Фейера пасуют вперед. Это О отыгрывает назад. Это Мунтари уходит в середину. Видите, уже Мелитто там в центре был. Очень маневренные ребята играют в атаке у Интера. Но я бы, так сказать, здесь особо не зацикливался на этом. Считываю, что эти двое у Ромы примерно такого же содержания. Мяч оббит. Упал игрок Мелитто в штрафной площади. Арбитр Роккинг на это даже не обратил ниво. Ну и ведет себя вполне корректно. Сам Мелитто пас назад. Это Майкон. Майкон Мунтари. Так, вот я себе и зацикливаю чего тут Мунтари. Ну, это очередной, видимо, какой-то вариант проявляемой гениальности тренера Мауриньо. Вот, Левша играет на правом фланге для того, чтобы, наверное, кому-то там было вольготно другим. Может быть, Санетти, который сейчас подключился к атаке, но Станкович его проигнорировал. Игра на короткой дистанции стенку не проходит, потому что внимателен был и соперник. И вот начало атаки Ромы. Внимание! Рикошет позволил оставить мяч у футболиста Ромы. Прострельная передача. Хорошо сыграл защитник. Ну, то, что вратарь тут на перехвате отработал, не хватало, чтобы этого класса голкипер не позволил себе такую вот вольность, как сыграть на перехвате. Но там я отмечаю, как раз, когда вычеркнулся, уходил и собирался на опережение сыграть. Очень хорошо сыграл корпусом защиты. Отразилось, отложилось в памяти, и поэтому и вернулся к этому эпизоду. Это О. Удар поворотом Станкович. Счет не открыт, 0-0. Так, матч продолжается. Как мы видим, уже 12 с половиной минут сыграли команды в первом тайме. Реальный шанс был даже более чем забить у Ромы. Роман Гучинич испортил все, что только можно было испортить. И вот он исправился. Вот видите, как бывает на накате, на таком, вспоминая этого парня, и как он не забил. И вот тут-то он бьет головой, а Сезар выбирает крайне неудачную позицию. Ну, толковали уже не раз, что удары головой – это, значит, иногда действительно удары за семью печатями. Понять, куда и как полетит мяч очень сложно. Но есть золотое правило. Вот, посмотрите, золотое правило заключается в том, что при игре головой, а чутье должно было подсказать Сезару, что так может быть, поближе к линии все-таки находиться. А он стоял далековато, к тому же еще. Вот смотрите, он в ближнем углу там стоял вот так вот, примерно как сейчас, хотя это другой момент. Так, а когда последовала передача на противоположный фланг, он даже особо не пошевелился, чтобы поменять позицию и этот угол закрыть. Ну, естественно, мало того, что вышел далеко вперед, тут еще и далеко по отношению к штанге стоял. Туда с перепугу пробил мяня как раз и в ученич. Поторопился, спешил, потому что сзади был Лусио, выпрыгнул выше, Лусио не помешал, и в конце концов Рома открыл еще. Вот все, рассказал, на тарелке разложил все по кусочкам. Пиротто отдает пас назад, писарро, рисы. В принципе, неплохо, так что приходится на подстраховке работать защитнику. И вот этот как раз момент. Это удар, да, сознательный, в сторону ворот. Но что он получится именно вот таким, что Вученич увидит, что Цезарь вышел. И он сознательно, ударив головой, перебросит мяч через вратаря. Это из области немножечко таких сказок на очень свободную тему. Пиротто двинул в штрафную площадь, но ему не отдал мяч Рисе, а отдал Менесу. А тот взял игре только на себя. Здесь в порядке Андреоли. И он сыграл на перехвате. Да, видите, как подсказывает, уходи влево, не отбивай мяч. Вот как подсказывает Раньери. И резаным ударом вдоль линии посылай мяч. Стараюсь сохранить его, не выбить просто куда-нибудь на трибуну. Санетти. Самуэль. Тиаго Мотто сыграл налево. Теперь пас направо. Перевели игру на Майкона. Майкон бьет с дальней дистанции, но в руки голкипера Ромы. Ударчик у него поставлен, у Майкона. Мы это знаем. И когда он такие вещи себе позволяет, я думаю, что мне критики. А что касается, может быть, расстояния, а что при таких летунах в мячах. Одно удовольствие беспокоить голкипера. Удар вперед. Борьба за мяч. Не удалась игроку Рома. Это был там Вученич. Пока точные передачи. И вот выход один на один. И браво. Сержио. Мелита вышел один на один. И, в общем-то, должен был, в принципе, забивать. Но он был на выходе под углом к воротам. Вот, смотрите, его еще преследовал игрок. Чуть-чуть там пытался рукой придержать, но вовремя опомнился. Не тронул. И дальше удар по воротам последовал в дальний. А парень в воротах среагировал очень здорово. Так немножко понятно было, что именно туда и будет бить Мелиту. Поэтому и в мгновение, и в мгновение раньше вратарь среагировал. И был абсолютно прав. 1-0 в пользу Ромы. Назад. Санетти. Значит, ничего удивительного, дорогие друзья, нет в том, что там в центре обороны, во-первых, Санетти, во-вторых, никого там нет. Было стандартное положение. Самуэль и Лусио были в штрафной площади Ромы. На это даже можно не обращать внимания. Заранее все знаете и знаем о том, что эти два центральных при таких делах всегда находятся у ворот соперника. Мексес страдает. Центральный защитник. Оффсайда там не было, кстати, у Мелиту. Ну, тут борьба за мяч в таких ситуациях нам всем хорошо известно. Нарушений правил там хоть отбавляют. Там просто надо останавливать игру, проводить профсоюзное совещание и читать правила всем тем, кто находится в штрафной, чтобы запомнили и знали, что руками толкать друг друга. Почему-то и странно правила не разрешают. Да, что-то серьезное у Мексеса. Но если он уж хромает и никак не может преодолеть болевые ощущения, тут уже что-то неладное и серьезное. Мяч в игре отдан. По какому-то там параграфу fair play вратарю. Ну, смотрим, что там в конце концов решит Клаудио Раньери. Мексес выйдет на поле и продолжит или его заменят. Пока точно играют футболисты Интера. Кияго Мотто направо. Майкон поперек. Так, Нейра. Мягкий наброс в штрафную площадь. Мяч долго летел, поэтому оттянуться успели защитники. Арисонетти. Вученич ему пытается помешать. Хватает руками. Кияго Мотто. Мунтарис. Мунтарис уже опять убежал в центр атаки. Кияго Мотто просит мяч. Ему отдают. А направо, где там Майкон? Майкон здесь. В пятером атакуют футболисты. И шестой подтянулся хавбек Интера. Ну вот, смотрите, Мексес все-таки после помощи, оказанный медицинским штабом, появился на поле. Это Пиротто. Лаудио Раньери. Рисе. Ну, разминается там игрок Ромы. Все-таки где-то, наверное, есть опасения, что Мексес может попросить замены. Единственный игрок, которого сейчас в этой ситуации и складывающиеся игры надо будет менять. Рисе исправился. Вученич корпус поставил. Его толкнули в спину. И штрафной. Все по делу. Мяч в игре. Будет удар поворотом. Атака продолжается. Решил не трогать мяч игрок. Вученич. А, наверное, прикинул, во-первых, крутился мяч, мог упустить за линию. Вот этот удар мяч, это рикошетом отлетает туда. Мог останавливать запросто, но почему-то испугался. Предпочитает поиграть после углового. Вот и навес. Санет. И там должен был быть, но... Там оказался тягом опта. Дальше что? Вот передача по левому флангу. Арбитр на линии поднял флажок. Мяч покинул пределы поля. Рома с мячом. В общем-то, веселая игра. И я пока не могу отдать предпочтение ни одной из команд, откровенно говоря. Разница лишь только в том, что Рома ведется счетом 1-0. Но и Мелитто мог забить. А еще раньше мог забить, конечно же, Вученич. Но и справился в конечном счете. Нарушение правил. Пас в недодачу. Опять толщок в спину. По делу все. Штрафеновой. Конечно же. Напрасно СМЛ возмущается. Ну, толкну же, Вученича. Вот, смотрите. Даже так коленом пинка настроил, откровенно говоря. Писарро выполняет штрафной. Он штатный человек в этом отношении. Но делает это на этот раз не очень классно. И удар от ворот. Я еще раз позволю себе, чтобы вы четче запомнили номера, под которыми играют футболисты в этом матче. В стартовых составах. У Ромы Жулио Серджо 27-й номер в воротах. 13-й Мотто, 5-й Мексес, 3-й Андреоли, 17-й Рисе, 20-й Перото, 16-й Бриги. Вот было так. Сейчас еще разочек придется, ребят. Мы тут все поменяли. Между прочим. Это опасный момент. Давайте досмотрим этот эпизод. И еще разок. Значит так. Жулио Серджо 27-й, так, 13-й Мотто, 5-й Мексес, 3-й Андреоли, 17-й Рисе, 33-й Бриги, 7-й Писаро, 16-й Де Росси. Да, так вот, так было. Так, 16-й Де Росси, 20-й Перото, 94-й Менес, 9-й Ивученич. Концетта Делоспорт, которая ведет прямую трансляцию в стиле онлайн этого матча, это в общем составом, так сказать, немножечко ошиблись. Поэтому мне пришлось и еще разочек его называть. Другого варианта точный состав у меня было получить. Не это было возможности. Ну а сейчас, вот так, как я вам сказал по номерам, то ли Шерданеца, что 4-й номер у вратаря Бертаньоне. У Интера, Жулио Сезар, 12-й, Майкон, 13-й, Лусио, 6-й, Самуэль, 25-й, Санетти, 4-й, Мунтари, 11-й, Вьейра, 14-й, Тьяго Мотто, 8-й, Станкович, 10-й, Этоо, 9-й, Мелитто, 22-й. Ну, тренеры под своими номерами. Перевод мяча на левый фланг. Что решает арбитр, это Хавер Санетти. 28-я минута заканчивается, 1-0 пользу Ромы. Вученич забил этот мяч. Ну, подкат был со стороны Лусио не очень корректный. С мячом Интер. Ну, обозначилось какое-то, скажем так, территориальное преимущество Интера. Чаще все-таки на половине поля соперника. Раз. И во-вторых, может быть, побольше контролирует мяч. Ну, такое пока впечатление. Но 1-0 ведет. Рома, я не смущаю, совершенно. Эту команду. Вот такая манера игры футболистов Интера. Менес вместился на правый фланг. Играет с Перотой. А Перотто очень неловко обрабатывает мяч. И Сузар ведет его в игру. Это Лусио. Это Менес. А это уже Майкон с мячом. А вот ближнему в Ейра. Ейра тут рядышком можно отыграть. А потом, если развернуться, вот там с левой стороны двое. Тут тесновато. А вот так влево. Это будет замечательно. Это О. Навес. Но мяч подхватывает. Игрок Интер из ходов в штрафную. Потом Майкон. Пятый Тьяго Мотко. Будет навесная подача. Или прострел низом. Мексес в порядке. Перевод налево. Деросси страдает. Локтем, что ли, в Ейра прогулялся? Да, хорошо так принял локтем по скуловой костью. Это ужасно. Вот этой косточке повреждения получил Владимир Габулов. По которой врезал в Ейра вот Деросси. Ну, наверное, поднимется. Сам поднимется. Или помогут. И что дальше? Замена даже. Вот кивина. Да, удар был солидный. Ну и что, капитан команды. Игрок сборной Италии. Один из лучших сегодня хавбеков в итальянской серии. Даже вон там как-то царапина, что ли. Там височная кость пострадала. В общем, пока в меньшинстве Рома в очередной раз он получил травму Мексес. Несколько минут приходил в себя. В защите отработали хорошо футболисты Ромы. Поставлен корпус. Менесу. Это Гейра. Ну, они по габаритам похожи. Да. Все, замена будет. Уводят. Это Геросси. Сознательно в Ейра. Он должен получить желтую карточку. Поставил корпус, плечо. Как раз, чтобы было больно человеку, именно вот так и надо было, как он сделал. Этот самый Ейра. За такие штучки же надо наказывать немножко острее, скажем так, арбитру. Перотто. Фати вышел на поле вместо Удеросси. 24 номер. Мяч в обороне пока мы видим. Тут перепасовка. Ну, вот Менес и Вученич, располагаясь на одной линии в центре, в общем, как-то даже и заставили поспешить игрока обороны сыграть налево. Не очень там все было толково затеяно. И в итоге вот с мячом игрок Ромы. Теперь Интера. Интера. И перевод на правый фланг. Грамотно все прекрасно выполнено. Писарру. Вперед идет Рома. На правом можно было бы сыграть, но нарушение правил штрафной удар. Ну, если уж Менеса столкнули, то тут серьезный вариант был игры корпуса. Пятый номер Станкович. Вы знаете, я вам открою маленький секрет. Я специально занимаюсь вот этими вот составами. Во-первых, чтобы вы поняли, в каких иногда нам условиях приходится работать. Это раз. Второе, значит, вот уважаемая газета от Zeta de la Sport ведет репортаж онлайн. Станкович, 10 номер. На спине пятый. И вот я это так и называю, как вот в этой газете. Ну, потом попрошу, чтобы сделали представление с вашего разрешения. Писарра подает угловой. Ну, и по другим там всяким штучкам, связанным с составом команд. И это на весь мир в интернете. Писарру. Навес. Рисе. Мексер сыграл туда через центр. Перехватили мяч. Санетти. И удар поворотом. Вот какой неожиданный. Странная штука, между прочим. Почему не сыграл защитник, приблизившись к игроку и не вступил с ним непосредственно в борьбу. А тот, друг, вы посмотрите, как здорово пробил туда в дальний угол ворот. И это был Мунтари. И вот, наконец-то, он, в принципе, на своем месте. Чего затевал? Муриньо поставил на правый фланг. Ха-ха. Майкон опять с левой стороны подает угловой. Ну, для того, чтобы закрутить мяч правой ногой в сторону ворот, это же ясно и понятно всем. Ну, а разве другие этого не умеют делать? Вратарь отбил. Потренировал вратаря. В этом компоненте вратарских дел Лусио. Он был штрафной. Станкович. Станкович. На фланг левый. Там Мунтари. Вейра. Станкович. Снова вейра. Снова вейра. Умоляет Мунтари не показывать ему желтую карточку. Обиделся парень. Лебриги. 33-й номер. 40-ая минута. 1-0 пользу Рома. Пока что единоличный лидер итальянской серии терпит поражение. Серджио выбил мяч. Сезар. Майкону. Тут же Вученич к нему спешит. Заставляет чуть-чуть поторопиться. Но, тем не менее, все-таки Майкон завозился с мячом Мотто. Майкон ввел мяч в игру. Получил обратный пас. Фати нарушил правила. Мяч в игре. Хорошо сыграли футболисты Рома, отобрав мяч. И, в общем-то, грамотный был пас с тем, чтобы мяч, конечно же, выбить туда, вперед. А вот это закончилось тем, что Интер создал ситуацию, позволившую ударить издали. Рисе. Перотто. Станкович. Из-за боковой хозяева поля ведут мяч в игру. Майкон. Мотто. Тияго. По фамилии Мотто еще игрок. Он играет правого защитника в Роме. Я его так и называю Мотто. А этого Тияго. Кого-то из них так и надо было с именем. Или Мотто римский, Мотто миланский. Монтари. Вот как раз против него Мотто римский, а Фати падает. А Монтари ударил его по спине. когда тот падал или притворялся. А, вот он нечаянно наступил на него. Хотя до этого хватал за майку и судья мог ему влепить вторую желтую и отправить отдыхать. Рисе. там упал игрок Интера и публика взбудоражили. Мяч за пределы поля. Ну, если говорить об уроне это Мелитто. Ну, здесь Андриоли несознательно, конечно, ударил Мелитто. Попал пяткой в живот. Потому что тот, во-первых, еще двигался и мог наткнуться на ногу. все в порядке. У Мелитто был шанс забить. Это Станкович. Поспешность привела к потере мяча Аверсанетти. Да, тут уже Интер по части контроля мяча, конечно же, имеет превосходство. Монтари. Гейра. Мелитто здорово. Ну, и посылал в штрафную. Здесь, видите, какая толчая в площади ворот. По сути дело, все игроки Интера были закрыты. Только какая-нибудь оплошность защитника, неловкость могла привести к тому, что мяч к игроку Интера мог от ноги Мелитто проскочить. Раз, два, три. Три человека на пути Мелитто мешали ему сделать прострельную передачу. Заработали угловой хозяева поля. Последняя минута первого тайма плюс добавленное время, естественно. В этой толпе Джулио Сержио не рискнул выйти из ворот. Станкович нарушил правил против Менеса. Менеса пришел в штрафную своим помогать в обороне. Парень, он рослый. Ну и вот эта борьба за мяч не по правилам явно потому что развернулся Станкович и вот как помните в иерокорпус поставил и наткнулся на него Менеса. Теперь Менесу примерно в том же варианте досталось от Станковича. Мяч в игре. Мячом снова Интер. недолго Менес Писар он играет назад. Ну Писар играет опорного ховбека обычное его так сказать по ну место на поле Менес желтая карточка 3 минуты добавляет арбитр Мяч в игре. Ну там понять было трудно сложно за что Менес хлопотал горчичник а пока что в ней раз мячом Санетти сразу напротив него Фати в общем Раньер так неплохо разработал позиционный вариант ведения игры при обороне при потере мяча это видно даже по действиям прежде всего игроков атаки вы помните в учениче Менес сразу же там начинает передвигаться там где кто-нибудь владеет мячом в обороне мяч в игре ну нервная игра конечно это традиционно между прочим еще и от болельщика войдет все Лусио Вейрам удар вперед это был Мелит это он себя еще не проявил по большому счету но когда представится возможность он скажет свое веское слово когда этого никто не ждал ну готовит для себя удар поворотом опережает немножко Няминес и сам бьет из трудного положения и тихонько а Мунтари посылает мяч вперед а там вратарь и правильно работает как центральной защите вратарь мяч 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 в игру заканчивается последняя добавленная минута и свисток арбитра первый тайм окончен ну что же 1-0 ведет Рома Вученич еще раньше мог забить и очень быстро сотворить гол но в общем-то сыграл просто-напросто неосмотрительно так мягко говоря и потерял шанс сто процентов но потом исправился ударом головой мяч полетел по навесной такой траектории и опустился за спину на Сезаро который выбрал очень плохо позицию а потом еще Мелитто мог забить выйдя 1-1 правда под углом бил в дальний угол и Жулио Серджио выручил свою команду в прекрасном броске жесткая игра резкая игра судья пока мне кажется держит игру в своих руках страдает Писаро и вот как-то на этом фоне я и заканчиваю резюме по первому тайму и будем отдыхать знаменитейший Джузеппе Миац в Милане Интер принимает на своем поле Рому гости ведут со счетом 1-0 Вучениц забил этот единственный мяч это последняя игра 12-го тура итальянской серии А этой игрой заканчивается этот 12-й тур подчеркиваю Интер Рома результаты других встреч Болония Палермо 3-1 Калери Самтория 2-0 Джена Сиена 4-2 Парма Киева 2-0 Лассо Милан 1-2 У Денис Ферентина 0-1 Барри Ливорна 1-0 Катание Наполе 0-0 Аталанта Ювентус 2-5 или 5-2 позу Ювентуса Интер единоличный лидер перед 12-м туром 28 очков У Ювентуса уже сыгравшего 12 игр 24 У Милана 22 И у Ферентины Самтория по 21 очку Замыкают турнирную таблицу Ну, так скажем 4 команды Аталанта Ливорна Катание Сиена Хотя, в общем-то и у Лассо пока что тоже дела не в порядке И Роман находится на 14-м месте всего-то навсего набрав 14 очков в общем-то находится там скажем если не в самом подвале то в полуподвале Сразу двоих игроков Мауриньо выпускает на поле Балотели и Снейдера Значит если вы помните я там позволил себе такую небольшую ироническую фразу относительно того что в общем Жозе Мауриньо фантазирует иногда составами команд пользуясь тем что у него есть целый отряд очень интересных игроков и можно их использовать когда он хочет и против кого вот да ну вот команды уже на поле значит вот так две замены сразу главный арбитр этой встречи Джанлука Рокки это Хаверсонетти капитан Интера а капитан ствовал в Деросси в составе Ромы но он получил повреждения и с поля ушел Фати вместо него играет так и и Писарро ну где-то там в подземельях заблудился Писарро наконец-то он вышел на поле все в порядке полные составы можно играть и вперед ребята 1-0 в пользу Ромы с мячом Лусю ну еще разочек так Балатери вышел заменив Ейра я отвечаю что Ейра очень обиделся на эту замену на это решение удар издали бил Это Тиаго Мотта Снайдер ну надо выходить конечно в такой ситуации футболистом Ромы подальше от своей штрафной площади Клаудио Раньери главный тренер команды Рома Лусио Мунтари заменили на Снейдера Санетти сыграл со Снейдером он сейчас с мячом и Фати ошибается атакует Интер Мелито ну можно было раньше отдать мяч удар поворотом это Балатери бил Балатери занял место на правом фланге это его нормальная позиция когда он играет или в стартовом составе или выходит на замену Станкович Балатери успевает Рисе не помешал ему ну как же так вообще откровенно говоря вплотную вроде бы приблизился и тот на на длину своего голеностопного сустава скажем там это пас и опасный момент удар поворота в дальний угол и 1-1 это на длину стопы человек двинул мяч и тут же удар и не успевает защитник поставить ногу странное дело ну а то что это забил если вы помните в первом тайме размышлял на тему что такое это он в любой момент самый неподходящий для соперника он может забить вот ему пас смотрите разворачивается и в дальний угол то есть не на чутье не на там каком-то умении замечательном а на знании того что он вот находится в этой позиции значит открыт дальний угол ворот каждой позиции игрока с мячом соответствует позиция вратаря в воротах значит он знает о том что в этот момент вратарь в ближнем углу и надо обязательно ударить дальний вот как объясняется этот ударчик это о и счет стал 1-1 вот обратите внимание казалось бы неудобно из такого положения только можно ударить в ближний угол наверное так считал и вратарь Жулио Серджио и закрыл ближний угол даже может быть чересчур закрыл может быть надо было бы чуточку выйти вперед сокращая угол обстрела ну здесь чего уж гадать это был удар в левый от вратаря угол подставил ногу защитник мяч улетел на угловой это Вученич автор первого мяча в этом матче и он же обязан был забивать вообще очень быстрый мяч быстрый гол бы состоялся но увы он сплоховал на все стол не точная передача снайдер мяч перехватил болотели там явно не успевал ну ну с выходом болотели и снайдера резко увеличил атакующий потенциал Жозе Мауриньо во втором тайме болотели это о милито в общем-то тройка нападающих плюс учитывая качество снайдера умеющую великолепно играть в пас но вот так сказать и ответ на вопрос что означают эти замены Лусио Самуэль простите играет не точно Сезар голкипер Интера Майкон с мячом Санетти подключается к атаке его преследует Фати и тем не менее он уходит левый защитник и только лишь подскраховка этой зоны атаки позволило остановить Санетти Лусио мне игры Милито а Это О ждал паса от Лусио вот смотрите он поднимал даже руку и руки правильно согласен и если бы Лусио его увидел это была бы другая совсем атака Серджио выбил мяч Самуэль сыграл Станкович назад к вратарю тот Майкон Майкон 53-й 53-й минута игры Майкон ну сыграть хотел с Болотелли в стенку такую вертикальную дак и вот и отдал неточно это Менес нападающий один из двух его принял Станкович Клаудио Раньери желтая карточка Тиаго Мотто хорошо взял чуть не сломал Перотто не в прямом смысле не в буквальном но мог нанести травму а на языке футбольном сломал если игрок не может играть дальше получил травму покидает поле Дероси покинул поле в первом тайме капитан команды но получил удар в район височной и там может быть заделана и скуловая в общем короче говоря продолжать игру не мог там даже ссадина была видна вот и Пероттуп уносят на носилках а это один из ключевых игроков Ромы разные мысли бродят у тренеров 34 метра до ворот штрафной удар Юлио Сезар стенку поставил так чисто символическую удар мимо рисы был у мяча и нанес удар Мунтари в первом тайме Мотто во втором Тиаго получили жертвые карточки в составе Интера а на нас единственных игроков у Ромы вот с горчичником по первой половине а сейчас атакуют хозяева поля Майкон подключился к атаке диагонально противоположный фланг штрафной удар очень много фолов мягких уже это все надоело откровенно говоря и Минес очень часто попадает Станкович как ни в чем не бывало как будто так и надо играть это Болотели это Мотто Римский он же опять с мячом хотел быть но ему пас не дали а сыграли вперед это Минес ну вот все-таки этот игрок получил мяч в правой защите Минес короткий пас Фатиме Нес там чего-то затеяли Мотто подключился к атаке мяч в общем-то они дружными усилиями потеряли и в общем-то вот этим и возмущен Клаудио Раньери так энергичен был в этом возмущении Писарро ну что ж опять Интер воодушевленный тем что восстановил равновесие с мячом Снайдер атака левым флангом здесь это о в общем-то по тактике эпизода очень грамотно все было сделано учитывая что Мотто правый защитник римской команды умудрился застрять где-то в районе центрального круга тут же отобрали мяч и сразу же пас на левый фланг а там как раз и это он находился ожидая мяч Фатис играл с партнером а тот ошибся удар вперед за спину но рис ловок Бриги недодачу играет с Менесом во Менес куда уже убежал хороший парень между прочим играть бы ему играть постоянно писарро пиротто пиротто в порядке уже в игре штрафной удар ну что опять Станкович что ли ну-ка или Мотто или Тьяго Мотто нет Тьяго Мотто так слегка носочек задел стопы и уронил писарро я я это одна из ключевых фигур в составе римской команды в лице перротто но еще есть писар очень умный тонкий игрок играющий от опорного ховбека от этой позиции теперь нарушает правила футболисты римской команды снейдер санетти тьяго мотто маяк он предлагает опять вот такой вариант разыграть мяч но все равно его надо отметить болотели сместился на левый фланг наверное так договорились здесь художественная самодеятельность не в почете у этого тренера и удар по воротам издали это был Станкович выше ворот это и Вученич или Вученич это правильно забили помещу в этом матче пока 1-1 усадили на место чересчур ретивого болельщика отдай назад хорошо спокойненько Сезар отработал эпизод отдал мяч Лусио там Майкон Майкон мяч получает Станкович был в хорошей позиции для развития атаки Майкон предпочел вот этот фланговый пас туда на убой и мяч потерян и опять фолл Майкон Демонстрирует нам тоже, наверное, ну, собственно, желание у него всегда есть играть. Но, видимо, желание тренера его выпустить на поле. Камбьясу сейчас, если выйдет, то с учетом Снейдера Камбьясу эта линия организаторов будет высокого класса. Как все будет складываться, зависеть будет уже от линии хавбеков Ромы, как они тут будут контролировать действия этих, безусловно, талантливых людей в плане ведения игры. Станкович, наконец-то, схлопотал горчичник. Безобразничал, безобразничал. Судья его прощал, сейчас показал желтую карточку. Так все из-под тяжка делал, но теперь уже явно. И Камбьясу на поле выходит. Играть есть достаточно времени. Плохой пас выдал правый защитник. Вот он головой сбрасывает мяч Вученичу. И удар по воротам будет. Ничего не оставалось делать, только так сыграть Сезару, потому что мяч прыгал и перед ним ударился о газон. Обратите внимание, вот сейчас сбрасывается мяч. Вученич отбрасывает и удар по воротам. Вот он прыгнул мяч, ударившийся о газон. И молодец Сезару. Но здорово сыграл, я вам скажу, и Вученич. И Менес нанесший удар по воротам. Хорошая комбинация, хороший момент, очень динамичный. И Менес подает угловой слева с фланга. Напали в площади ворот на вратаря Сезара. И судья дал свисток. Этого делать нельзя. Вот он прыгает, а придерживает его как раз Андриоли, центральный защитник. Кампьяса выходит на поле вместо Тияго Мотты. Третья замена. Ну, значит, выпущены были Болотели, чисто нападающие. Хотя он, так сказать, с оттяжкой играет на правом фланге. Но это атакующий игрок, не всякого сомнения. Так, по-настоящему атакующий, причем высокого роста и с хорошей скоростью. В общем, я не вижу, честно говоря, у него недостатков. Вот единственное... Он мне напоминает некого меланхолика Бэби. Так, вроде как его все это не касается. Получилось? Получилось. Когда получается, где-то в эмоции внутри, внешне ничего не обнаружить. Но если забьет, ну, то понятно, там все сразу эмоции выплескивают наружу. А вот так он, смотрите, с такого роста и как работает ногами быстро. Что-то похожее на Криштиану Роналду. Ну, в него надо верить, конечно, мне так кажется, позиции Жозе Мауриньо. И ставить, 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 верить в него. И раскачивать его, откровенно говоря. Он, видите, может, так сказать, и проявить эмоции, когда так фамильярно ведет себя соперник в лице Мексеса. Три замены в составе Интера. Камбьясо, Снейдер, Балотели. И пока что одна замена, произведенная вынужденно. Получил травму Дерросси и вышел Фатим. Балотели. Возмущенный поведением центрального защитника Ромы. А это Самуэль массировал Ахилово сухожилие Вучиничу. Вучиничу правильно, да. И, в общем, как напоминание. Ну, а вот эта вот фамильярность, да. Вся штука в том, что Балотели, он молод еще. Мексес поопытнее, постарше, так, но не имеет права вести себя так фамильярно, крайне говоря, демонстрирует подобные жесты. Нарушение прав человека, кстати. Перотто. Ну, он мастак вот в таких штучках. Вот, тут Писарро завелись и хотели порезвиться на левом фланге. Пират Писарро получил по ногам вот это Балотели. Ударил он не сильно. Пусть Писарро не прикидывается, что ему безумно больно. Так, ну, мяч в игре. Как ни парадоксально, но здесь в такой вот нервной обстановке, а это игры, как правило, так и проходят, то эти самые такого рода демонстрации, как сейчас Писарро нам показывал, они, может быть, даже и годятся. Хотя, понятно, мы с вами наверняка все против таких симуляций. Окака выходит на поле. Сейчас в составе Ромы. Это нападающий. Меняет он Вученича. Так что Минес остается. Вученич по первым минутам был, ну, просто хорош. Ну, а то, что вышел один на один, там, правда, провал в центре обороны был, а и офсайда не было. Убежал в чистую. Его догонял Лусио и с правой стороны Вученич пошел его обыгрывать. Именно, то есть, вратаря пробрасывать мяч себе под правую ногу вправо. А тут как раз и Лусио отобрал чистенько у него мяч, сказал спасибо и был таков. Но потом Вученич исправился и все-таки забил не без ошибки Жулиоса Зара, вратаря, сыгравшего позиционно абсолютно неверно. Балателли, Снейдер. Вот таких теперь пара. Если Снейдер там будет еще больше впереди, то Камбьяса будет в оттяжке. Наоборот, Камбьяса вперед, Снейдер здесь. Или на вот на параллельной такой линии. Тоже нормально. Это, в общем-то, разноплановые игроки, тонко понимающие игру. Но иногда не понимающие, почему они не в стартовом составе. Но так видит главный тренер. Писаро шнурует ботинки 28 метров до ворот. Под углом чуть-чуть. Это с инсайда, так назовем эту точку, где находится мяч. Снейдер прицеливается. А, как поправляет прицел. И давай. Ахнул по стенке. И в контратаке. Рома. Через Писаро. А почему сразу? Правда ведь не сыграть на левый фланг? Это Бригги. Станкович. Камбьяс был рядом, но сыграл мимо него Снейдер. На Санетти. Мяч в игре. Это О. Плохо играет пас. В спешке. Палателли его заставил поспешить. Смягчим. Сказанное в адрес это О. Во как. Во как. Протаранил. Красавец. Пас. И удар поворотом в ближний угол. Хороший момент. Молодцы ребята. Повеселили публику. Своих зажгли. А свои там еще те красавцы. И это Фати был. Смячем Интер. В Балателли. Фати. Я сказал, что О. Како нападающий. Это он атаковал. Я извиняюсь. И бил поворотом. Это О. Ну настолько откровенный пас Мелитто. Что тут. Ну. Даже не надо быть тонким знатоком. Игры в обороне. Чтобы мяч перехватить. Развернул. Вы видели стопу. Приготовься Мелитто. Извольте я вам сейчас отдам мяч. Ну хотя бы завуалировал чуть-чуть. То что он задумал выполнить. Рисе. Но забил. Менес. Ну когда некуда будет деваться. Он в конце концов вспомнит о том, что... На поле еще есть нападающий. Вместо Бученича. Вернее появившийся. Мексес. Станкович. О, красавец. Какой пас хавалей. Отсок сколько от газона. Писарро. Пасует направо. Голкипер с мячом. Ну с ближним можно было сыграть. Там риск был бы конечно. Но мог поторопиться вводить мяч и дальше уже защитник. И может быть это все было бы поточнее. На Писарро с мячом. Рома от вратаря Сезаро получила мяч. Нарушение игровой дисциплины элементарное. Это ООО. Пас Мелита хотел в разрез на ход. Грамотно в принципе все было сделано. Сильнее. Значит там надо Мелита догонять. Мог не догнать. А если сильнее, то мог и вратарь выскочить. На встречу. В броске в ноги забрать мяч. Лусио. Станкович. Удар вперед. Ну в общем жмет и жмет Интер. Давит. Роме конечно надо дорожить мячом. Комбьясу. Левый хорошо внешней стороной отпасовал мяч. Дальше навес Болотели тренирует вратаря. Опять Болотели убежал на левый фланг. Атакует Рома. Очень близко. Правда ведь подошел игрок к сопернику Кулусио. А тот длинноногий в единоборстве всегда был удачлив. Санетти. Снейдер. Недодачу сыграл. Но молодец Болотели вышел навстречу. Мячу это ценное качество. О кака. Там офсайд был. Если бы не было свистка нарушения правил. Но был бы офсайд. Судья на линии поднял бы флажок. Баптиста выйдет на поле наверное. Нет. Или кто-то другой там. Сейчас мы будем гадать. Так. Покидает поле. Менес. В общем-то обоих нападающих заменил в конце концов Клаудио Раньери. Тонетто. 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 Ой как хотел сказать. Тонетто выйдет на поле. И на тебе. Ляпнул. Ха-ха-ха. Баптиста. Майкон и Тонетто. Сезарь. Майкон. Сезар. Майкон. Редкий вариант такого розыгрыша мяча в современных условиях. Современных правил. Только в руки конечно нельзя было брать мяч вратарю. Писарро. Дометра. 1-1. 76-ая минута. Рисе. ошибся а мяч снова у ромы писарро пас налево снова писарро передача в надежде что партнер сыграет на опережение увы но уриньев ужасно хочет выиграть понятное дело но клауди рангере с этим почему-то не согласен абсолютно штрафной ну в общем был отеле довольно долго уже тут с левой стороны окопался ну-ка что же тут было то я вам отвечаю что тут ничего не было болезненно это притворство я сейчас объясню вам чем тут делать вы видели как заплел ногу до нарушил правила штрафной удар не всякого сомнения но здесь даже отдаленно ничего похожего нет на то что он нанес удар с такими полевыми ощущениями потому что заплел то он ногу задней поверхностью скорее с икроножными мышцами ну вам же понятно что от этого больно быть не может если бы он ударил по ноге в этом месте с такой другой варку вопрос это было бы больно потому что щитки не доходят до самого подъема иначе бы они мешали работать с мячом это писаро желтая карточка санетти камбьясу лусио майкон хочет мяч получить но получает его самуэль отдает снэйдеру снэйдер в середине и майкон готов ну это ход вообще открой наград снэйдер оттуда ушел и кого-то увел если там кто-то был из игроков на интер то есть это ромы а значит освободился в край если последовала передача на правом а икону ну больно мелиту от мяча в италии судей не проймешь а в сайт явный а уже в момент удара там защитник побежал естественно закрывая на мели то ну и они остаться оказались уже на по сути дела на одной линии может быть защитник даже было впереди вот это опасный момент внимание удар и ударчик то кое-какой получился у фати а шанс то был ахнуть поворотом как следует навесная подача на правый фланг фати свисток арбитра человек безукоризненного поведения хавер санетти ну удар может быть не получился как следует по силе еще и потому что опорная нога поехала у игрока ромы и поэтому падая он уже бил от чего и ударчик такой получился достаточно легким для вратаря это ближний к мячу ногой бил мексес но угол был плохим для того чтобы попасть в ворота и длинная передача вот вам весь снейдер там это о против него рисе финты навес внимание будет борьба и болотели через себя в падении он толкнул соперника меланхолик бэби продемонстрировал нам свою эмоциональность он левой рукой оттолкнул соперника с тем чтобы ему удобно было сыграть через себя в падении тут он молодцом конечно в этой попытке но то что он нарушил правила это же и и он сам понимает но ни один игрок в этом плане не признается все играют в мяч фати камбьясо вот эти два игрока подтверждают характеристику данную им помните в этом весь снейдер фраза передача неожиданная совершенно из-под ноги на правый фланг в направлении то вот таким же манером камбьясо обострил игру и интер получил право на угловой 82 минута 1-1 так тут и болотели высокий ростом так тонетто отошел тоже в штрафную ну естественно и защитники интер там были и самуэль и лусио а станкович исполнял роль некого центрального защитника оттянувшись назад а камбьясо станкович растянуть оборону надо по фронту но снейдер передержал мяч тем не менее вступил в борьбу отнял и с мячом болотели вернулся на свою позицию правой подает нексес перехватывает и мяч в игре станкович как черпачком отработал а это не помилил киёчек товарищ это о кексанул и удар от ворот жулио серджио ведет мяч в игру голкипер ромы веселее ребята призыв к лаудио раньери да преимущество конечно же интер имеет желание аж искриться выиграть этот матч но рома нормально пока сражается но есть еще время мы знаем итальянский футбол но там в добавленное время столько раз забивали милит отыграл назад майкон центр снейдеру тот сонетти а далее это станкович нет майкон тормознул а станкович опустил голову наблюдая за шнурками не увидел что майкон остановился а потому и послал туда уже не глядя и ошибся то нет отыграл назад риса вперед о как боролся но проиграл и ошиблись хозяева поля и сразу же писару мяч по свободе стал играть писару в подыгрыше значит там есть другие игроки которые закрывают центральную зону перед центральным защитником но все таки я я рассуждая так по тому что вижу думаю что писару себе не изменяет он должен быть там по определению удар поворота ох какой момент замечательный ну вот ударил товарища болотели как ни в чем не бывало а снейдер ему отпасовал амелита пытался дотянуться до мяча чуть-чуть не хватило удар от ворот парня не проймешь красавец а темнокожий итальянец санетти придержал рукой судья прав придержал он фати штрафной удар 8 шестая минута джаннука рокки а вообще в порядке судья я не могу к ним придраться ни к одному из ни боковым ни главному арбиту все по делу другой вопрос нравится это по делу игрокам или нет но судья играть дает и в то же время о строгаче не забывает лусио майкон демонстрирует вроде бы безучастность играет стоя с болотели ну во первых майкону не надо было болотели туда отдавать болотели был рядом с бровкой стеснен пространство рядом стояли еще двое игроков ромы опять стеснен пространство значит стесненный времени и мяч потерял фати окака технично сыграл в публике местный показал что окака подыграл себе рукой потому слегка была возмущена лусио майкон опять в борьбу из за боковой бросает майкон веселый парень для него игра всегда удовольствие блистательно подготовлен в физическом плане и он может отыграть еще два таких тайма и не заметя что он устал и сарро с правой стороны подключается здесь и кто у нас мотто это правый защитник сарро фати окака это навешивает плохо сарро станкович станкович приближается к штрафной пасует мяч и милито тот дальше вперед это о в центр закрыт защитниками последний последний минута плюс добавленное время сарро 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 ничья 1-1 по такому варианту рассуждений и увиденного наверное скорее всего справедливый итог это он и запомнился по игре в принципе кроме того что он носился там по полю но он хорош тем что он знает когда забить но когда он знает когда забить но этого не знает больше никто спасибо за внимание друзьям за работу и всего вам самого доброго и 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